Многое прочитали о вас, о вашей стране. Три компонента. Первое, вы хотите быть уважаемыми. Второе, вы хотите вести равные переговоры. Третье, вероятно, в вашей истории есть ощущение и существует беспокойность в отношении границ и в отношении создания буферной зоны в России. Правильно я понимаю? Буферная зона в России. Буферная зона Украина. Вы понимаете, я все время это слышу. Россия хочет, чтобы ее уважали. А вы не хотите? Кто не хочет? Кто хочет, чтобы кого-то унижали? Странно даже вот такая познавка вопроса. Как будто это какой-то, знаете, эксклюзив России для себя требует, чтобы нас уважали. А кому-то приятно, чтобы вы на него плевали, что ли? Но дело даже не в уважении. Дело совершенно не в уважении или отсутствии такового. Дело в том, что мы стремимся к обеспечению своих интересов, не нанеся никакого вреда нашим партнерам. Но мы, естественно, рассчитываем на конструктивный, прямой и содержательный диалог. И когда мы сталкиваемся с отсутствием такого или с нежеланием разговаривать с нами, то это, конечно, вызывает какую-то ответную реакцию. Ну вот смотрите, я сейчас вам расскажу интересную историю. Она касается вот этого так называемого восточного партнерства, которое продвигают наши коллеги и друзья в Западной Европе. И первая наша реакция была, кстати, это очень активно поддерживается и Соединёнными Штатами, первая наша реакция была на эту практику восточного партнерства, идею саму, весьма положительная. Почему? Потому что мы исходили из того, что Россия и вот эти восточноевропейские страны, они связаны тысячу нитей между собой, в том числе в области экономики. Это общая норма технического регулирования, как я уже говорил, единой инфраструктуры и так далее, и так далее. И мы исходили из того, что если Европа начнёт сейчас с ними работать и как-то к себе подтаскивать, неизбежно начнётся конструктивный процесс взаимодействия с Россией. И мы будем работать, будем спорить, в чём-то соглашаться, нет, но будем выходить на какие-то общие решения, которые позволят нам создавать общее экономическое, а в конце концов и гуманитарно-политическое пространство. Ничего этого, к сожалению, вообще не произошло. Ведь как возник кризис на Украине, с которого вы начали? Значит, Украине предложили подписать договор об ассоциации. Ну, замечательно. Но у нас Украина, как известно, является членом зоны свободной торговли в СНГ, который, кстати, создание которой сама Украина и добивалась. И там масса преференций, масса льгот. Мы с Евросоюзом 17 лет вели переговоры по условиям присоединения к ВТО. Теперь одним разом решили через Украину зайти на территорию Российской Федерации, на таможенную. Ну, разве так делается? А на наш вопрос и наше предложение провести консультацию нам ответили – это прямая речь, не ваше дело. Вот так разве решаются вопросы вообще в отношении России в частности? Причём здесь какой-то тезис о пустом уважении. Дело не в уважении, дело в том, что мы хотим, чтобы наши интересы учитывались. Спасибо.